Здравствуйте, знаете, есть такие люди, которые имеют и творческую натуру, и предпринимательскую, и вот эта вот смесь дает очень интересные результаты. Вот познакомьтесь, Владимир Абрамович Кехман, на данный момент он руководитель МХАТа имени Горького, а начинал когда-то с продажи бананов. Вот посмотрите, в 21-м году он в образе Ивана Грозного в опере «Опричник» вышел в Михайловском театре. Говорят, в Питере собрался весь бомон, чтобы на это посмотреть. Был губернатор, да кого там только не было. А начинал когда-то человек с бананов. Помните, может быть, кто помнит, такая была марка «Бананза» реклама. Организация «Бананза» призывает, поглощайте бананы, загрызайте бананы, уничтожайте их. «Бананза» съел банан. «Спас мир!» Была еще там такая история с кокаином и бананами, мутненькая, на 120 килограмм, я имею в виду кокаина. Но мы об этом потом. Вы знаете, люди, которые вышли из 90-х, они вообще, мне кажется, из такого особого теста сделаны. Из такого непростого теста. Ну, давайте послушаем, что Владимир Кехман сам говорит на телеканале «Дождь», который признан иноагентом. «Дважды». Что было в Петербурге? Там не было продовольствия даже. То есть, первый наш импорт сахара, там было много чего, но в связи с тем, что, еще раз повторяю, мы всегда были в определенном статусе, то вот эти все истории, связанные с бандитами, союз-контрактами, с подольскими. Они не могли к нам даже... То есть, у нас была одна история, знаете, какая союз-контрактами очень смешная? Что, когда мы начали заниматься серьезно сахаром... Которая карачка там летела? Да, да, да. Не, ну, история была очень смешная, то, что они приехали к нам, испугавшись, что мы будем заниматься курицей. И мы договорились, что мы не будем заниматься курицей, а они не будут заниматься фруктами. Вот это была история, это правда. Объединенная фруктовая компания, которая бананами торговала, лет десять назад прекратила свое существование. Дело в том, что был кризис в восьмом году. Пришлось брать кредиты. Один кредит — 140 миллионов долларов, другой — 305 миллионов рублей. В банке Москвы брали. Но дело в том, что, когда их брали, акции уже были, этого предприятия, заложены в Сбербанке. В общем, отдавать было нечего, деньги потрачены. Ну и все. Были суды, уголовные дела. Дело даже возбудили против Кехмана. Но срок давности прошел, и, в общем-то, как бы он настаивал на том, что он ничего не знал. Ну и все. Компания банкрот, Кехман тоже банкрот, брать у него нечего. Ну и все. Гуляйте с миром. Еще там была такая непонятная история со 120 килограммами кокаина. В общем, они как-то вот… Ну вот давайте послушаем, что говорит сам Владимир Кехман. Опять же, как на телеканале «Дождь», который признан иноагентом. Два раза. Вся наркоторговля, вся наркоторговля, вся наркоторговля полностью связана с бананами, конечно. Но ведь в вашей компании тоже был такой неприятный случай, когда с вашими бананами пришло 120 килограммов кокаина. Ну, там не только… Там, я думаю, что приходило гораздо больше, это то, что… А это невозможно как-то обилить? Конечно. Вы поймите. В Колумбии, например… Банан? Ну, конечно. Этим обычно занимается команда. Я вам расскажу сейчас несколько случаев. Например, в Колумбии, в Колумбии даже порта нет. То есть судно стоит на рейде, к нему подъезжают военные корабли. Засовывают бананы. Нет, нет, нет. Бананы приезжают на баржи, и все обыскивается. Все судно, владолазами, все. Но это бесполезно. Они решили эту проблему. Вот тогда было 120 килограмм кокаина. Что значит решили? Ну, как вот… Это формально… Если бы мы имели к этому отношение, понимаете, если бы мы имели к этому какое-либо отношение, поверьте мне, я бы здесь не сидел. А мы ничего не доказываем. Это же связано. Еще раз повторяю. Суда нам не принадлежат. Нам принадлежит фрукт. Находят обычно… Это команда, когда… Это же не в бананах. Ну, вообще ничего не понятно. Вроде бананы были, кокаин был. Его не может не быть. Потому что он всегда есть. Потому что такая страна. Ну, я так понимаю, что все обошлось. Все, так сказать, рассосалось. Снюхалось. Вот. Никто не пострадал. Груз доставлен тому, кому нужно. Бизнес он, наверное, решил все-таки оставить. По большей части. Хотя такие люди из бизнеса не уходят. И в 15-м году его, помимо того, что он был уже директором Михайловского театра в Питере, его делают директором в Новосибирске. Театра оперы и балета. И тут начинаются какие-то скандалы, там, смены репертуаров. Он изменил названия. Но претензии, одни из таких основных были претензии, то, что вот всякую утварь для театров он закупает почему-то в Питере. И всегда у того же, одного и того же поставщика. Ну, давайте послушаем. Также, по предположению, Кейхман осуществляет так называемую адаптацию театральных постановок. Фактически, перенос от сцены Михайловского театра Петербурга исключительно в целях личного обогащения, как предполагают. Но, в любом случае, стоимость этого переноса завышена, как нам кажется, существенно. Видео оформление постановки стоило еще почти миллион. Госзакупка у единственного поставщика заключена с ИП «Николаев». Этот ИП заключил 13 госконтрактов на более чем 20 миллионов рублей. 90% из них это «Новат» и «Михайловский театр». ИПшники, естественно, питерские. Поставка париков, костюмов и декораций обошлась бюджету еще почти в 45 миллионов рублей. Опять закупка у единственного поставщика и опять юрлицо из культурной столицы. ООО «Возрождение». Нет, ну а с другой стороны, у кого закупать-то еще? Ну, надежный поставщик. Ну, питерский. Ну, проверенный. Ну, надо ему же все давать контракты. Ну, правильно? Ну, чтобы он не подведет. Ты же в этом уверен. Понимаете? Ну, то, что там есть некие нюансы. Ну, да. Есть нюансы. Куда без них-то? Тут все из нюансов состоит таких тонких. Вот. И вот в 21-м году Владимир Кехман становится генеральным директором МХАТа. И вот 10 ноября этого года появляется на сайте закупок государственных, появляется такой лот на целый миллиард на ремонт МХАТа имени Горького. И откликается, что удивительно, снова одна всего лишь компания. Компания называется ООО РСК Ренессанс. И вот так сложилось, что ее руководитель, Каргинов Марат, который еще другими компаниями владеет, у него есть вот часто такое пересечение с Владимиром Кехманом по госконтрактам. Совпадение это? Или как вы думаете? Вот такая вот интересная ситуация выходит. Выходит опять какое-то совпадение. Там вот с кокаином, Кехман не знал. С акциями, которые были заложены в Сбербанке, тоже не знал. Деньги куда-то делись кредитные, туда-сюда потратили, все, он тоже не знал. В общем, понимаете, что это значит, когда человек творчески подходит к деловым вопросам и по деловому к творческим? Это прям вот как бы золотая жила, можно сказать. Я бы сказал, берите пример, но, наверное, все-таки не надо. Мы будем следить за ситуацией, как так вот на такой контракт, крупный контракт, миллиард практически, всего лишь одна компания. Интересно будет посмотреть, чем все это закончится, да? До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok